В городе Минусинский отлов и стерилизация бродячих собак всегда была темой полузакрытой. Никто не мог точно сказать, насколько адекватно финансируется и каким образом проводится данная процедура. Многочисленные жалобы жителей на большое количество агрессивных четвероногих вынудило журналистов детально разобраться с данной проблемой. Выводы весьма интересные. Прямо в конце прошлого финансового года из бюджета на эти цели была выделена солидная сумма – 601 тысяча рублей. Для освоения средств еще в ноябре конкурс проводит Управление городского хозяйства под руководством Татьяны Пономаревой. Странным образом победителем объявляется единственный участник – абаканская фирма под названием Нарублева. Сама Пономарева удачу иногороднего предпринимателя объясняет просто. Почему не было участников, когда первый аукцион проводили? Потому что вот этим требованием не так много фирм подходит. Вот, например, наше минусинское городское хозяйство, которое на протяжении многих лет занималось отловом бродячих животных, оно не подошло под эти параметры. В этой службе есть лицензия, у них есть ветеринарные врачи, у них есть питомники, куда могут помещаться животных. И в соответствии с тем, какое это животное, проводятся определенные мероприятия. Допускаем, на этом этапе нарушений закона нет. Деньги проплачены, по бумагам услуги предоставляются. Однако в итоговых документах удивляет один весьма серьезный нюанс. Все работы были как бы выполнены под занавес прошлого года в период с 3 по 10 декабря. То есть в течение 8 календарных дней абаканская фирма на улицах города Минусинска отловила 120 бродячих собак, 60 из которых подвергнута эвтаназии, то есть усыплены, 15 возвращено неким владельцам, остальные 45 после стерилизации выпущены на свободу. Цифры для Минусинска просто фантастические. Даже сложно предположить, группа лиц на спецавтомобилях гонялась по улицам города за бродячими животными, отлавливая за смену до 15 вопящих полуголодных зверей. При этом опросы жителей показывают, никто подобных сцен почему-то не видел. Ну а вы видели вообще, что вылавлял кто-то? Нет, нет, давно такого не видел. Это в 90-х было, да. Не видела эту акцию ничего. И собак не видела. Никто не ловил. Только ребятишки, чтобы поговорить. Сам факт отлова собак во всем городе мы установить так и не смогли. Естественно, после таких серьезных противоречий мы ищем подрядчика. Директор фирмы Дмитрий Палагин при первом знакомстве, не подозревая о серьезности наших намерений установить правду, пообещал ответить на любые вопросы. Отлов больные, агрессивные усыпления и утилизация через крематорий. А собаки не агрессивные, нет угрозы обществу, не больные. Молодые собаки, они скидли за воды. Порядка около 600 тысяч. Там не месяц, а количество собак. Это был единственный раз, когда мы слышали голос удачливого подрядчика из Абакана. После безуспешных неоднократных попыток с ним повторно связаться, мы обратились за помощью к нашим коллегам из Абакана. Журналисты новости 24 Саяны предоставили нам видео ветеринарного комплекса на Рублево. Но взять интервью у директора им также не удалось. И как оказалось, наших животных здесь никто не размещал. В поисках минусинского зверя мы вновь обращаемся за разъяснениями к сотрудникам управления городского хозяйства. Были примерно, они бы не находились. Еще в минусинске. Да, у нас филиалы есть этого центра. У вас? Да, не у нас, а у них. На Рублево. Где здесь филиал в минусинском районе? В районе Быстрый. Они... В районе Быстрый? Да. По крайней мере, мне объяснили. На основании чего главный контролер исполнения подряда Владимир Ходченко подписывал акты выполненных работ, даже не посетив объекты, где содержались животные, абсолютно непонятно. Вместо него эту работу проделала наша съемочная группа. На самом деле, рядом с деревней Быстрое находится лишь ветхое деревянное строение без каких-либо опознавательных знаков. Сторож, расположенного рядом коровника, окончательно развеял наши сомнения. А тут поблизости есть еще какие-то строения или что-нибудь такое? Нету, нету. То есть никаких собак сюда не привозили никогда? Нет. Нет. Уже на следующий день руководитель управления городского хозяйства Татьяна Пономарева, узнав о проверке с журналистами несуществующей базы в районе Быстрой, предложила нам ознакомиться с договором аренды уже другой базы в районе улицы Промышленная 1, уже в который раз предложив нам не торопиться с выводами и встретиться с директором знаменитого Нарублева. В понедельник они сказали, что готовы с вами встретиться, готовы показать, как они работают, пригласить вас. Они говорят, мы готовы пригласить студию. Ради Бога. Ни ради Бога, ни в понедельник, ни в среду. После очередной безуспешной попытки журналисты уже с участием представителей ревизионной комиссии Горсовета направились по второму адресу, на Промышленную 1. И на этот раз увидеть место, где размещалось 120 вольеров для пойманных минусинских собак, нам так и не довелось. К старому зданию из бетонных блоков доступ закрыт. Полностью отсутствуют признаки наличия электроэнергии и отопления. Если здесь и могли содержаться животные, то условия пребывания в бетонных казематах были предельно жестокими. По словам руководителя контрольно-счетной палаты Горсовета Татьяны Юшковой, за время проверки ей также не удалось определить точное место содержания и ликвидации отловленных собак. Чем именно обосновано убийство 60 собак, также никому неизвестно. Депутаты полагают, что в данном случае никаких собак вообще могло и не быть. Бюджетные деньги, перечисленные на счета частной фирмы, напрасно. Сам по себе контроль использования бюджетных средств поставлен очень слабо. А все, что связано с качеством предоставляемых услуг, по-моему, контроль вообще отсутствует. Исходя из этого, возникают такие ситуации. Мы с депутатами, с коллегами, конечно, данную ситуацию изучали по поводу этих собак, отлова этих животных. Возникает такое впечатление, что данные услуги могли вообще не предоставляться. Вместо 600 тысяч рублей город просто получил небольшую папочку с отчетами. На сегодняшний день уже направлен соответствующий запрос прокурору города с требованием разобраться в этой запутанной истории с собаками, отлова которых так никто и не видел. Также просматриваются признаки жестокого обращения с животными. До сих пор никто не может указать точное место расположения содержания и ликвидации 120 бездомных собак. Запутанные и противоречивые ответы исполнителей косвенно подтверждают факты незаконных действий, либо совершенных преступлений. И пока готовился данный материал к эфиру, в редакцию поступила новая информация. Подробности уже в ближайших выпусках программы.